Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Кэм Виз Мэн. Сегодня у нас воскресенье, и я хочу поиграть в боулинг. Алиса не так любит боулинг, но в солидарность со мной просто двинулась со мной в СБС. Вы видите, сзади парковку, что забитую. Мы на четвертом этаже. На четвертом? Или на третьем? На третьем, наверное. Нет, на четвертом. Короче, на последнем этаже на крыше припарковались, и все, двигаем, двигаем. Ребят, мы уже даже опаздываем. Забронили дорожку на часок. Пойдемте, покидаем шары. Это то, что вон у меня стрельный нет. Это подстава, ребята, это подстава. Вообще никак не удалось. И прям я так хотел, специально забронировал на три часа дорожку. И в итоге, короче, мы пришли, вы видели, там, куча-куча народа. Я музыку, естественно, не оставил. Хотя, может, ты оставил, я не знаю, насколько там... Там настолько громко. Вообще, в клубах такое, мне кажется, так громко не врубает. Там, то есть, такие неприятные прям ощущения в ушах даже. Причем нету басов вообще. То есть, вибраций никакой нет. Да, шарашит какой-то средними частотами, прям... Детей просто миллиарды. И так неудобно все расположено, что как будто и как на ладони. Ну, как-то вообще стрёмно. В общем, мы решили, что это не вкаивает. Ну, к сожалению, ладно, с боулингом хрен с ним. Идем до кинотеатра, посмотрим, какие там сегодня фильмы. Может быть, сходим, а может, и не сходим. Пойдем просто... Пойдем, скорее всего, завтра. Ну, да, может быть. Либо не сюда, а там, Возмол. Может, Возмол еще меньше будет народу. Короче, есть фильм 2 плюс 1. Это тот самый, о котором вчера на стриме говорили. Мы можем, в принципе, взять вот эти вот два билетика. Вот эти вот два наших любимых места. И будет стоить на 20 рублей дешевле, чем час боулинга. Два часа фильма лютого. Ну, как лютого. Ну, наверное, я думаю, что. Ну, ты что, берем? Да, наверное, мило, драмы. Ну, давай. Все, все, мы понятны. Дерем. Короче, у нас полчаса до фильма. И мы пошли перекусить. И знаете, что? Я вот хотел с вами как раз поговорить на тему того, что кто-то нам написал. Ребята, вы, типа, ну, стали скучны. Ну, это все понятно. Блин, мы прекрасно понимаем, да, что. Ну, со временем все, он доедает. Так же и мы тоже. И, типа, вот уберите из жизни походы в кино, в магазины. Там, в кафе, в новые места какие-то. Вот тогда будет, типа, интересно. А что останется? Вопрос. По-моему, в этом вся фишка. То есть, ну, блин, да даже не в этом вся фишка. Мы же не можем это убрать из жизни. Не, ну, в смысле, а что, дома можно посидеть? Да, да, да. Да и вообще, в целом. Вы сами-то сидите дома круглые сутки? Могу, по-моему, поспорить, что некоторые могут так делать. Могу, по-моему, по-моему, по-моему. Свет. Свет моих очей. Желтый-прежелтый фонарь. Ребят, все, мы вышли из кино уже, как понимаете, ночь на дворе. Это все та же наболевшая тема темноты в Краснодаре. Посмотрели фильм? Да, посмотрели фильм 2 плюс 1. Я не уверен, что он так в оригинале вообще называется. Мне кажется, почему-то он вообще никак не относится к 1 плюс 1. И это в России прокатчики такого назвали. Ну, возможно. Я думаю, он будет более такой, как сказать, более мелодрама. Да. Более грустный. Но, да, он грустный. Ну, вся грусть оказалась прям сконцентрирована в конце. В конце, да. Да, да, да. Вот. Но вообще прикольно. Это реально комедия прям. Да. Очень здоровский, добрый и приятный фильм, после которого как бы... Ну, вообще в конце вам намекают, так мягко говоря, типа, ну... Берегите, в общем, свои воспоминания и дорожитесь, дорожите и радуйтесь жизни, что вообще, короче, все круто. Вот. Что вы живы, вот так вот, можно сказать. Как-то, если уж совсем скомкать все. Вот, едем в Ленту закупить тофу и проверить сегодня икеевскую сковороду. Проверить ее на прочность по всем... На антипригарное покрытие. Да, насколько оно крутое. Биол или Икея? Ха, узнаем после рекламы. Мы приехали домой с покупок. С покупок, о, господи, лучше не показывать вам, что мы, ну, покупили. Ну, покупили. Короче, мы в Ленте не были очень давно и закупили такие продукты, которые, блин, ну, купец. Мы с них только слезли. Например, я вам сразу, по-честному скажу, мы купили вот эти вот, дай-ка их, дай-ка покажу. Вот эти вот, вот эти вот печенюшечки. Восточные, восточные, а, сладости Востока печенья. Не, ну что, авокадо 49 рублей. Ну, кстати, да, авокадо набрали, да, нифига, у них и цикорий. А этот еще, Алпро. Потому что все-таки, честно говоря, мне Алпро будет нравиться больше, чем вот этот. Вот, не сильно большая разница у молока того и этого, но все-таки есть. Так вот, недавно я выложил фотку в Инстаграме с Харио наборчиком, который мне подарили на Новый год, Единерождение Лискина родители. И написал там кто-то комментарий, типа, покажу вам влоги поподробнее. Так, давайте-ка поподробнее. Честно говоря, я не знаю, что здесь сильно подробно рассказывать. Вот такая вот воронка В-60, дрипер. Дрипер, я так понимаю, от слова дрип, типа, капля, капать. То есть, капельница. Но вообще, на самом деле, это же и капельный там способ, или как он там называется. Короче, для фильтровой и капельный. Короче, зыркайте. Че? Не показалось, ты его сейчас показывал, так? Я его, я показал, так. Вот такая вот вороночка, в которую вставляются фильтры. И вот такой вот, ну, блин, его, конечно, можно назвать чайничком. Скорее всего, скорее его можно назвать заварником в нашем понимании, в русском. Вот, крышка к нему, очень, кстати, удобная. И вот он сам, сам чайничек. Все это Харио фирмы. Еще есть у Харио чайничек. Сам чайничек с носиком тоненьким. Но он прям очень крутой. И он нужно будет, да, в будущем купить. И вот такие вот фильтры. Фильтры есть в метро, насколько мы знаем. Да, да, еще мы их не купили. Не знаю, но вот были, да, недавно. Вот, сюда вставляется фильтр. Ставится все сюда. Проливается кипяточком сначала фильтр. В общем, как-нибудь я процесс, может быть, расскажу в другой раз. Может быть, сделаю отдельно прям такой видосик, кому будет интересно. Вообще, да, если вас интересует, то в брубарах разных, во всяких, да, уже давно вот эти все альтернативные способы заваривания появились. Поэтому, в принципе, вы можете в какой-нибудь брубар зайти и сказать, а, типа, есть у вас вот это вот... В-60? Пуловер? Либо Пуловер, либо В-60, либо Кемикс, Кемекс. Там же Эра? Пуловер. Пуловер? Ну да. А, пурловер? Пуловер. Пуловер. Пуловер это вообще-то типа этот. Пуллотный бассейн. Ну, пулловер это же этот, господи, типа свин. Педокорта, да-да-да, точно. И у вас есть пулловер? Ну, такой, ну... Ну да, есть. Мне не всегда в рубашках хожу. Вот. Вот. И... Ну да, короче, попробуйте и все поймете. И вот к чему. Да. А, Алиса так долго говорит, что приходится быстро все это говорить. Бросила в меня резинку. Это же надо! Это же надо такому случиться! Бросила в меня резинку! Итак, кофеек с чайком мы попили, с печеньками съели все эти сладости. И теперь время, наконец-то, проверить сковороду. Итак, друзья, сковорода. Сковорода, сковородушечка. Вот она все. В действии, в действии. Пошла, поехала, родимая. У нас есть тофу нарезанный. Короче, врубайтесь, да, что это соевый сыр, грубо говоря. Ну, сыр это как бы одно название. На самом деле это соевый продукт, так скажем. Что такое? Ну, уже тепленькое. Уже? Ну да. Блин, индукционные вот эти вот варочные поверхности, это вообще, конечно, прикол. Ну, очень быстро нагревает. Ну, в общем-то, что, будем проверять? Ну да. Фишка в том, что без масла мы жарим тофу так, что тофу просто ездит спокойно по сковороде. Ну, посмотрим, пригорит. Потому что недавно, когда мы узнали, что наша сковорода не канает, Алиса жарила в кастрюле. В кастрюле тут же все так пригорело, что... Ну, я тушила. Да. Ну, короче, было паршиво. Сейчас немножко схватится, и мы потолкаем этот сырок. Сейчас мы вас научим как тофу жарить. Не-не-не, обжаривать его. О, для сэндвича очень круто, очень вкусно. Ну-ка. Ну, уже... Ну, почти. Ну, подожди. Ну, короче, здесь все норм. Короче, мне интересует, когда я переверну, как оно будет, подгорит или нет? На уже испачканной сковороде, имею в виду. Да, кстати, непонятно почему, но почему-то к этой лопатке начало все прилипать. Никогда ничего не прилипало. У нас здесь, конечно, маловато света, но быстро подгорает. Слушай, это очень мощная девяточка. Это считаю суперогонь какой-то включен. Потому что сильно подгорел, блин. Ну, все, он подгорел. Короче, Алиса будет добавлять еще соевый соус. Чуть-чуть соевого соуса. Желательно, чтобы, конечно, они в одну линию лежали, чтобы просто так соевый соус не попало на сковородку. Иначе, ну, это, короче, чернота потом будет все пригорит нафиг. Он буквально как бы для аромата. Ну, да. И вот это. И самое главное. Волшебная штучка. Ну, просто ее уже вот столько мы съели. Сыпь! Это, короче... Смотри, как же она вкусно пахнет. Смолк с паприкой. Да. Копченая паприка. Копченый перец. Пахнет безумно. Ну, все. Ну, все готово. Короче, теперь Алиска все это приготовила. Я режу овощи и заворачиваю сэндвичи. Так что теперь мы рады. Мы можем продолжать не отказывать себе в тофу, потому что сковорода позволяет поджаривать. Хотя тофу можно было и так добавить, но просто обжарен он намного вкуснее. Вот. Сейчас будем смотреть вторую серию Табу, да, с Томом Харди. Первую серию я отсмотрел тогда, сейчас уже появилась вторая. Ну, появилась она, по-моему, вчера еще, но уже перевели там какие-то ребята. Я уже нашел онлайн. Включим и будем сейчас наслаждаться. Мы сказали, что самим прикол, ну, у нас этого сейчас нет дома, к тофу туда добавить лук. Ну, в смысле, это все вместе есть с луком. Либо вымачивать в воде, либо там какой-нибудь... Ну, либо если... В полей, например, взять, который такой сладенький и немного совсем лук. Ну, или острый лук, почему? Да, но я этого не люблю. Все, короче, готовим. Посмотрели мы сериал Табу, вторую серию. Там, конечно, очень много заворачивается какой-то такой, не знаю, внутриполитической игры, которую не сразу улавливаешь. Не сразу, да, реально, понимаешь. Но в целом, в целом сериал классный. В целом суть вся понятна, что чувака хотят нагнуть на целый остров, а он такой, типа, и наследник, все дела, короче, я вас всех по... Хотя, ну, ладно, не буду спойлить, чуть не сказал, что в конце было. А в конце вообще жесть, брат. О, блядь, блядь. Ладно. Короче, нам тут давно-давно советовал брат посмотреть «Викинги» сериал. Уже 4 сезона только что посмотрел, на Лос-фильме есть. И мы такие только что... Брат как раз только что писал. Типа, смотрели или не смотрели. Говорит, да все никак, руки не дойдут. Он говорит, типа, лютый-лютый, вообще сериал, там главный герой крутой, всякое такое. И мы досмотрели Табу и такие, что делать. А что-то спать пока не хочется. Да, и, в общем, скачали «Викингов» первую серию первого сезона. Сейчас посмотрим, каково это вообще, про что, чего, понятия не имеем. Но одну серию глянем, там пойдет. Еще, кстати, мы вчера посмотрели... «Новая Эра Зет». «Нам советовали», «Хоббит», «Влог». Это немного странный все-таки фильм. Да. По началу, я думаю, блин, нафига ли мне. Ужастик, прям ужас. Да, да, да. Я думаю, зачем, зачем я начала вообще это смотреть вечером. Мы сколько начали? В 11, наверное. Ну да, да. Можно только ночью смотреть этот фильм. В 11. И я решила немного отвлечься и там, короче, кое-что делала. Рисовала, вырезала. Вот. И даже не полфильма прошло, наверное, треть фильма. Она такая напрягающая. Можно вставлю свои пять копеек? Ну. Дело в том, что мне в этом фильме точно понравились зомбаки. Зомбаки прям на пять с плюсом. Они очень крутые. Они бегают, они еле идут как в ходячих. Да. И у них вот эта челюсть так вот щелкает. Это прям, ну это реально неприятно. И в этом кайф, потому что я... Ребят, напишите в комментариях, кстати, если можете посоветовать. Посоветуйте прям вот ужасный фильм. Прям самый страшный. Я хочу как в детстве обосраться, испугаться от фильма, от ужасов. Но у меня давно такого не было. Вот. Так что фильм... Это потому что как в детстве давно не было? Вы же с вами ходили ночью куда-то там в кинотеатр. Ну блин. Ну да, да, да. Когда вы до машины на эти не могли. Блин, не помню. Астрал, астрал фильм. Ну мы не могли дойти, во-первых, это была ночь. Мы, ну да, очканули. Но очканули... В кинотеатре они, да. Да, в кинотеатре там звуки вот эти все. Ну а так в целом. Ну да, такой фильм можно. Ну короче, посоветуйте какой-нибудь фильмец. Вот. Ладно, все. На сегодня конец. Увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Оставайтесь вместе с нами. Пока! Мы так и не закончили про фильм. Да, нормальный фильм. Ну такой. Остальные две трети фильма. Но все равно он странный. Он как-то так резко все закончилось и как-то вообще все не... Как этот влог. Субтитры сделал DimaTorzok